Здравствуйте друзья, вы на канале Али Топ. В сегодняшнем видео будет небольшая распаковка света от Blitzwolf. В последних видео, может быть вы заметили, что у меня появилась небольшая подсветка на заднем фоне. Вот именно о ней и пойдет речь. А еще ко мне доехал небольшой ночник. Сразу начнем с ночника. Стоит в районе 7 долларов, модель BW-LT10. Имеет небольшой размер и аккуратный внешний вид. Устанавливается прямо в розетку. Есть три режима работы. Первый автоматический. Ночник сам включается с наступлением темноты и сам же отключается, когда становится светло. Отличный режим для установки, например, в темном коридоре, либо в другом месте, где нужен свет. Второй режим это таймер на 30 минут. После короткого нажатия на кнопку, ночник выключится через 30 минут. Отлично подойдет для детей, которые часто боятся оставаться одни в полной темноте. И третий режим. Простое включение-выключение с помощью кнопки. Простенький, но очень хороший ночник с отличным качеством как материалов, так и сборки. Потребление электричества меньше 1 ватта. И гвоздь выпуска это светодиодная RGB лента с питанием и контроллером от Blitzwolf. Модель BW-LT11. Светодиодная лента имеет защиту от влаги по стандарту IP44. Это означает, что ее можно использовать внутри влажных помещений типа санузла или ванной. Она полностью защищена от попадания случайных брызг и капель воды и от проникновения твердых предметов. Контроллер также защищен, но уже по стандарту IP20. Очень порадовала длина кабеля, которая в общей сумме составила 3 метра. Сама же светодиодная лента у меня 2 метра, но есть еще и варианты на 5 метров. Все хорошо собрано, блок питания и контроллер выглядят добротно. Хороший толстый пластик, без каких-либо скрипов или тресков. Кстати, это уже моя вторая светодиодная лента. Первую я заказывал подешевле, на ней не было даже никакого бренда. Хотелось сэкономить, но проработала она у меня 2 дня до первого скачка напряжения. Привет, облэнерго и привет, моя экономия. На контроллере есть механическая кнопка, с помощью которой можно включить или выключить ленту. Либо переключать предустановленные режимы или менять цвета. Но самое приятное это то, что ее можно подключить к системе умного дома. И уже в приложении открываются все ее возможности. Можно менять яркость, можно менять цвет и насыщенность цвета. Можно выбирать различные предустановленные режимы, чтение, вечеринка, мягкий цвет и прочее. Также лента может менять цвета и зажигаться в такт музыки. Можно также настраивать таймеры включения, отключения и многое другое. Я покупал данную ленту для того, чтобы немножко повысить качество картинки на видео. Но сфер ее применения на самом деле просто огромное количество. Чего только стоит оформление такой ленты рабочего места. Главное не поскупиться как я, а сразу купить что-то стоящее. Ссылки на данную ленту будут внизу в описании к этому видео. Кстати, саму ленту можно найти отдельно, без контроллера и блока питания. Не забывайте оценивать видео, а также делиться своим опытом и историями внизу в комментариях. С наступающим вас! Скоро услышимся!